Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня шестое занятие нашего замечательного курса. Я собираюсь вам дать немножко грамматики. Потом мы с вами продолжим работу над заданием, которое на прошлом занятии начали. И кроме того, я вспомнил, что дал вам одну песенку, и по этой песенке у меня есть к вам некоторая подсказка. Да, может быть, она вам поможет. Ребята, не смотрите пока на экран, пусть это вас не забивает. Я уберу все, что лишнее. Так, кто у нас сегодня на связи? Так, Григорий, Сергей, Иван. Спасибо за домашнее задание. Евгений, Ревека, Яхевед. Ага. И Илья, очевидно, да? Хорошо. Я надеюсь на ваше активное участие. Вот. Потому что во взаимодействии мы, конечно, гораздо больше продвинемся. Итак, вопрос с подвохом, с которого я хотел бы начать. Все знают, что такое инфинитив, да? Приведите мне пример какого-либо инфинитива. Ну, кто начнет? Ревека, вы здесь, да? Скажите мне... Да. Не расслышал? Сделать. Сделать. Сделать, да. Хорошо. На иврите. Ла-сот. 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 Да, через парень. И через син. Ла-сот. Хорошо. А давайте я вам даже напишу. Почему бы и нет, да? Ла-а-сот. Есть? Нет. Ну, еще парочку примеров. Кто? На экране не видно. Не, не видно на экране? Опять поставили, наверное, Натану высылаете опять. Everyone поставь. Everyone. Нет, это только к чату относится. Я ставлю на экран. На экране нет и ничего. Не видно. Странно. А, вот так. Нет тоже ничего? Нет. А, вот есть. Да, нет. Ты сделал новую доску и на ней пишешь. Просто занимает некоторое время, пока видят все. Ага, понятно. Ну, дайте мне еще парочку примеров. Натан, помоги. Да, пожалуйста. Какой вопрос? Лиха я не слышал. Любой инфинитив на иврите. Звонить. Ликнот, лимхок, ларуц, ларбиц, лейтханев. Настало все. Понятно. Хорошо. Звонить. Ле цалцель. Точнее, это звенеть. Вот. В современном иврите звонить по телефону уже не имеет отношения к звону. Ну, и будет как? Кто мне подскажет? Лейт-кашер. Лейт-кашер. А слово кешер связь. Да? Лейт-ханех, пожалуйста. Ха. А-не-х. Понятно. У меня вообще ничего нету на экране, пустое. Сейчас есть. Я вижу, что экран чуть-чуть подвинуться, тогда он проявляется. Ну, хорошо. Что общего в этих формах? Все они в инфинитиве, да, и все они начинаются с буквы ламед. И это то, к чему вы привыкли. И я, когда искал материалы в интернете, встретил такое смелое утверждение, что все инфинитивы начинаются с буквы ламед. На самом деле, это причина, почему... Это одна из причин. Почему в словаре мы ищем глагол не в форме инфинитива, как мы привыкли это делать, в словаре, например, русско-английском или англо-русском. А ищем в какой форме? В словарной форме. Он сделал. Например, мы ищем не ла-асот, а а-са. Не ле-цал-цел, а цил-цел. Соответственно, гид-кашер, гид-ханех, да. Но, скажу вам сразу, утверждение это неверное, ибо в иврите существует абсолютный инфинитив, существует инфинитив не абсолютный, будем называть его относительным. И, кроме того, этот относительный инфинитив имеет четыре дополнительные формы. И ла-асот – это только одна из четырёх. А какие ещё? Кто-нибудь имеет представление? Нет. Я вам скажу, я вам назову их, а вы сделайте вывод. Ла-асот, ка-асот, ме-асот и бе-асот. Вот вам четыре примера относительного инфинитива с приставками. Да? Зачем они нужны и что они означают? Мы с вами разберём. Посмотрите, пожалуйста, в чат. Я поставил вам одну ссылку. Ссылка неплохая, вы можете попробовать с ней разобраться сами. Но я вам буду эту тему объяснять совсем иначе. Не так, как сделано по ссылке. Просто из многих курсов, в которых... Курсов еврейской грамматики на русском языке, я нашёл один, который более или менее справедливо рассказывает, что это был инфинитив. Остальные просто дают неверные сведения. Как минимум так. Да. Я расскажу вам немножко из грамматики. Что такое инфинитив? Само это слово, да? Ссылки нету. Не слышу? Неопределённая форма глагола. Неопределённая форма глагола. Совершенно ясно. Да, совершенно верно. Не я-то ссылки нету. Ссылки нету. Сейчас поставлю вам ссылку заново. Дело в том, что... В чате, если кто-то опоздал, он не получает ссылок, которые были без него. Сейчас видно? Да. Я надеюсь, да. Значит, смотрите. Ссылка отдельно, а я отдельно. Пока слушайте меня. Инфинитив – это наиболее общее, абстрактное указание на действие, не связанное с категориями времени или лица. Инфинитив, по идее, мы привыкли к тому, что он выступает в роли исключительно сказуемого. То есть глагол в инфинитиве показывает, что происходит с каким-то там объектом или субъектом. Вы врите, это не так. В иврите он может быть и дополнением, может быть и подлежащим и так далее. Значит, как называется инфинитив на иврите? Он называется маккор. Маккор – это оригинал источник. Давайте я вам напишу вот здесь. Маккор. Маккор. Вот так. Проявилось, да? Так вот, инфинитив, инфинитив первого рода, так называемый относительный инфинитив. Так, как мне включить ручку? Допустим, вот так, да. Он пишется так. Для самого простого беньяна, для беньяна каль, для беньяна пааль, первая буква, вот она, первая буква, имеет огласовку шва. Вторая буква, имеет огласовку холам хашер, вот так. И третья буква остаётся без огласовки. Что-то наподобие этого. Если мы возьмём, например, корень, ну вот с этим будет немножко нетипично, вот с этим, да? Так, а вот возьмём, например, корень катав, кав-тав-бет. Что мы получим? Что мы получим здесь? Кто? Кто, совершенно верно, кто? Да? Представьте себе, это инфинитив. Сам этот инфинитив, да, редко, но встречается. Он может, значит, он имеет роль, как бы название действия. Например, ктов-михтав. Это действие написания письма. Хоть это и глагол, как мы его переведём, существительным. Письмо. Мы его можем заменить более таким обычным способом. Например, ктива. Это глагольное, существительное. Просто писание, сам процесс писания. Ктов-михтав, это ктива. Так. Вот этот инфинитив, да, может использоваться в различных словосочетаниях. И из Танаха можно привести множество примеров. Но интересно, на самом деле, не это. Что получится, если вот к этому, к тому, что у нас получилось. Значит, я напишу... Как мне написать вам? Давайте я напишу вам так же, вот как я это писал, ручкой. Да? Вот я напишу вам, что у нас получилось. К... То в... Извините, почерк у меня... ...эчеречь. Да-да-да, такая специфика. Вот так. Так? А теперь пришпандорим спереди вот такую же букву, как у всех вот этих глаголов, да, что это у нас буква ламед, да. Я ставлю её сюда, и получается всем известное слово лихтов, да. Голосовка И. Хирик Катан. Единственное, что нам надо исправить, убрать вот этот вот дагеш, потому что ктов и лихтов. Это то, что мы привыкли переводить, как что? Как мы переведем это слово? Писать, да? На самом деле это не совсем так. Инфинитив с приставкой ле – это так называемый инфинитив действия. Он имеет такой не очень сильно, скорее слабо, выраженное значение для того, чтобы писать, с целью писания. Соответственно, ла – это скорее не делать, а чтобы делать. Ле – цель – это для того, чтобы звонить, и так далее. Самая частая, наверное, фраза в Торе – это «Вайдабей Рашем Эль Моше Леймор», которая обычно переводится «И сказал Господь Моисею, говоря». Да? Это перевод довольно-таки формальный. В некоторых изданиях от него отказались. Например, в «Живой Торе». По сути, что означает слово «Леймор»? Комментарий объясняет, что Бог говорил Моисею что? Законы. Для чего? Для того, чтобы Моисей их передавал народу. То есть «Леймор» означает для того, чтобы говорить, кто должен был говорить и кому. Моисей народу. То есть сказал Бог Моисею, чтобы тот передал это всему еврейскому народу. Вот что значит «Леймор». «Леймор», которое обычно переводится как «говорят». Итак, вот такого типа инфинитив, да, «лихтом», то есть инфинитив вот такого типа с приставкой «Ле» означает «чтобы это делать». То есть аналогично к тому, как вообще приставка «Ле» означает направление, направленность действия. «Ами носея лауман» – я еду в «уман», я еду по направлению к чему-то. «Ами голех левей шефер» – я хожу в школу. Да? Так, а какие есть у нас еще варианты? А, у меня есть время, да? У меня есть место на доске, чтобы писать. Сейчас я попробую сменить льфину и написать вам следующий вариант. Я уже открыл вам шефер, что это один из четырех видов инфинитивов, а вот второй. У Натана микрофон включен. Так, минус. Действительно, микрофон у кого-то включен. Так, что мне показывает? Так, с кем еще не поздоровался, вас тоже приветствую, Дима и Сара. Если вы не получили сноску, которую я поставил в чат, пожалуйста, поднимите руку или напишите мне в чате и расскажите. Что я написал вам сейчас? «Бихтов». А что это значит? Вот такого рода инфинитив с предлогом «бе» дает так называемый деепричастный оборот несовершенного вида. То есть «что делая». Если бы такое слово в русском языке было, у нас было бы «пиша». То есть «в процессе письма». Пример. «Бихтов гамихтав шамати коль». В то время, как я писал письмо, я услышал голос. Так. «Би шмор эт гамахсан яшавти алянсальсаль». «Би шмор» – сторожа, охраняя склад, я сидел на скамье. То есть «что делая». Деепричастный оборот несовершенного вида. «Что делая». Так. А вот давайте попробуйте придумать какую-нибудь фразу с инфинитивом на «бе». Так. Сейчас я сам придумаю что-нибудь по-русски и попрошу вас сформулировать это на иврите. «Изучая иврит, я очень старался». «Изучая иврит, я очень старался». Попробуйте, Сергей, а? У вас выйдет. Возьмите корень «ламед мем далет» и поставьте его вместо вот этих двух, трех букв. «Белмод» – вот гласовка, да? «А почему «л»? А ну ладно, «бельмод» и «врит», а «ни» старался. «Старался, меод», да. «Иштадалки», к примеру, да. «Иштадалки, меод». Да, замечательно. Так, кто-то еще хочет попробовать потренироваться именно «бельмод»? Ну ладно, хватит. Давайте еще один вариант. Давайте пусть это будет вот так. Значит, я пишу вам тот же инфинитив с еще... Ой-ой-ой, извините, извините. Получилось совсем криво, даже для меня. Так. Вот так. Что у нас получилось? Кихтов. Кихтов, да. Значит, предлог «к». «К». Его, значит, его значение, минуточку. Так. Угу. Так. Так. Очень редко, на самом деле, такое встречается. Как правило, в подделках под древнюю речь и в политических текстах. Переводится это обычно дейепричастным оборотом совершенного вида. То есть, написавши, сделавши это. Здесь мы имеем что? Пардон. Вот это. В процессе. Здесь мы имеем, скорее, уже закончивший процесс. Явно, значит, чувствуется такой аромат старины, да? Я даже предположил бы, не написав, а именно написавши. Дейепричастия в полной форме, да? Кихтов. Довольно редко. Например. Кихтов гамихтав ле Моше катав ди гам ле Яков. Написав письмо Моше, я написал также и Якову. Итак, кихтов. Очень редко, но бывает. И еще один вариант у нас есть. Какой я назвал? Кто помнит? Какую еще приставку я вам порекомендовал? В. М. И что? М. Совершенно точно. М. Совершенно верно. Я пишу, у вас проявляется сразу или постепенно? Нет. Сейчас уже сразу. Да, понятно. Так. Ну, что такое? Я даже стереть не могу. Почему? Так. Михтов. Значение такое же, как у ми в предлоге. Что это? Чем, нежели чем, по сравнению с чем. Тов ле Дабер, ми хтов. Тов ле Дабер. Хорошо говорить, ми хтов, чем писать. Вот такое значение. Вот вам четыре варианта инфинитива. И все это инфинитив относительный. Вот форма простая. Вот форма с префиксом, с приставкой ле, с приставкой ке. с приставкой «д», простите, с приставкой «к» и с приставкой «м». Если мы возьмём вот этот наш корень, у нас получится «лихтов», «чтобы писать», «бихтов» в процессе письма, «кихтов», «написавший» и «михтов», «чем писать». Так, пожалуй, сейчас я покажу вам, минуточку, ага, так. А я попробую вам сделать «sharp» на «my screen» и «whiteboard» в «browser». Так, не уверен, что это получится. Нет. Так, что вы видите? Мой экран, наверное, да? Понятно. Нет, не это я вам хотел поставить. Ага, минуточку, конечно. Конечно, и не это. Нет, я, пожалуй, закрою. Я закрою «stop sharing». Так, я закрою это и поставлю вам просто новый «share». А где же я его сохранил? Так, прошу извинения, некоторое время мне придётся его поискать. Так. А, вот оно, конечно. Так, сейчас я поставлю вам файл, над которым я вчера долго работал. Долго. Почему-то я его забыл подготовить вам заранее. Посмотрим, и сейчас он проявится. Это отрывок истории из книги «Шмот». Обратите внимание, что некоторые глаголы у нас выделены. Вот я не соврел, что надо было тем же цветом выделить. А у меня, наверное, это отличается. Ну, давайте попробуем вот эту фразу разобрать. «Вои אומר Муша, бетет, השем лахем». Витнаде. Фраза номер хет. «Вои אומר Муша, бетет, השем лахем». Четыре глагола выделены в одной фразе. Вот это понятно, да? Заменить на «ле». Получится более известное вам, более привычное вам слово «латет», что означает «давать». Да? Это на самом деле форма от глагола «нун, тав, нун». «Нотен», «натан», то есть «давать». Значит, что такое «латет»? Это «чтобы давать». А что такое «бетет»? «Давая». «Вои אומר Муша, бетет, השем», и сказал Моисей, «давая», при том, что давал Всевышний, когда давал Всевышний, да? «Лахем вам вечером мясо», и сказал Моисей, «когда Всевышний вечером давал вам мясо», «леэхоль», «лехоль» здесь без проблем, мы с этой формой давно-давно знакомы, «чтобы кушать мясо для еды», для того, чтобы вы ели, «велехем бобокер» и «хлеб утром», «внимание», «лисбоа» – это что? Это такая же форма «шле», а корень «чин бетайн», да? «Насыщаться», «насыщаться», да? «И хлеб утром», «чтобы насыщаться», «внимание», «би шмоа». Кто мне разберёт эту форму «би шмоа»? «Услышали», «услышав» и «ушая», «ушая», да? «Корень совершенно верно, шин мем айн» – «слушать», точнее, «слышать», да? «Би шмоа» – «когда вы слышали», да? «При том, что вы слышали», «гасем эт тулунотейхем», «при том, что» – а, пардон, пардон, не вы слышали. «При том, что слышал всевышний, ваши тулунот», что это такое, «жалобы», да? «Ашер ате ме леним Аллах», которыми вы жалуетесь ему?» Ну, всё-таки положено закончить фразу, не обрывать её на середине. Вот, хотя то, что нам необходимо, мы уже разобрали, да? Еще один пример. Посмотрим фразу номер юд. «Ваеги кедабер агарон, эль коль адат бне Исраэль, ваифну аль га мидбар, вегиней квода шем нир а бе анан». Ну, давайте попробуем разобрать. «Ваеги» и было «кедабер», говоря, «когда сказал». «Бедабер» это бы сказать, скорее было бы, говоря, «кедабер», «когда сказал». «Когда сказал». Уже после того, как говорил Агарон, «эль коль адат бне Исраэль» со всем обществом сынов Исраэля, да? «Ва ифну эль га мидбар» и повернули в пустыню. «Вегиней кода шем» и вот «слава Всевышнего», «нир а бе анан» показалось им в облаке. Итак, «ледабер» это чтобы говорить, «бедабер» это «говорять». «Ледабер» это скорее после того, как говорил. Когда говорил... А у вас есть какие-то таблички, чтобы удобнее было запоминать? Понятно. Нет, я не составил, к сожалению. Но тут всего надо будет четыре формы записать. Из них одна вам известна. Может быть, вы и правы. Я не обещаю вам, конечно, было бы полезно сразу после урока ее составить и поставить на форум. Но сегодня я не знаю, успею ли. Итак, еще раз. Тот, кому грамматические вот эти вот категории, термины, не пудрят мозги, а наоборот проясняют видение, я сформулирую вам так. «Ле» с инфинитивом. Это инфинитив цели или инфинитив направления «Ле». Так? Например, вот здесь «леймор», чтобы говорить. Здесь то же самое. Сейчас я посмотрю, какие у нас есть еще примеры. Думаю, что в этом тексте я больше ничего не выделил. По сути, нет. Ну, вот еще здесь «лилкот», «лилкот», «корень», «ламекуфтет», «собирать», «подбирать», «лишмор», «лишмор», «охранять», «старожить». Все видят, да? Это самый обычный вариант инфинитива, да? Дальше «бе» с инфинитивом. Это «диепричастие несовершенного вида», «делая что-то», «совершая» это действие. «Совершая» действие, на которое указывает глагол. Например, «бе», «кет», «давая». «Би», «хтов», «пиша», «би», «шмор», «охраняя», «би», «шмуа», «слыша», «слушая». Кто хочет, отметил, да? Инфинитив с префиксом «кэ», «сделавший» это действие, «по окончанию этого действия». Это «диепричастие совершенного вида», «делав». И еще один вариант примера у меня на него нет. Это инфинитив с префиксом «мэ». «Мэ» это «чем делать это». Например, «ми», «хтов» это будет «чем писать». «Ми», «дабер» это «чем говорить». «Ми», «лмод» это «чем изучать». Используется для сравнения с каким-то другим действием. Вот тема, которую я вам хотел предложить. Ребята, если будет у вас желание перевести конкретно вот те фразы, в которых я выделил вот эти слова, если будет у вас желание, я вам могу поставить это в чат. Кто-то займется этим? Ну, давайте попробуем. Дело в том, что вы не скопируете отсюда. Вы не скопируете отсюда. А мы можем переписать потом, когда смотреть будем. Тогда мы сделаем очень просто. Тогда мы сделаем гораздо проще. Вы просто можете в Торе найти, если есть у вас текст в книге, или вы найдете его в интернете. Парашат Аман это... Сейчас я вам скажу. Это недельная... Это «твори», по-моему, да? Нет, нет, это «шмот». Сейчас я скажу вам. Значит, номер пасука. Вот он. «Хэт» это восьмой пасук. Нас интересует еще «Юд», десятый пасук, потому что остальные примеры, они, в общем, довольно простые. Восьмой и десятый пасук. А какая-то глава сейчас я вам найду. Несомненно, я вам только должен посмотреть, где у меня на ходу будет. Может быть, даже мне проще найти... Ах, извините. А это все из одной главы разные перики, да? Это все идет подряд. Это один участок, где... Просто я помню, идет много вот таких форм, которые я хотел вам показать. По-моему, это попозже было, когда Арон и Мошель говорили, что, ну, про игру и про клетку-то нет. По-моему, это в «Бимидбар» или в «Дворим» было, нет? Нет, нет, это «Дворим» определенно. Сейчас, минутку. Это было в шмот, наверное, в самый конец «Ятро». «Ятро» или... Да, конечно, «Ятро». Это уже было после выхода. Вот, значит, это, наверное, какая-нибудь... 21-я или 22-я глава. Сейчас я посмотрю. Какой книг? Шмот или «Бимидбар»? Шмот, определенно книга исхода, книга «Шмот». Как называется «Парша»? Парша называется «Ятро». Окей. Так. Если вы параллельно ищете, получите результат раньше меня, скажите. Так. Так. Шмот. Паршок. Нет, шмот 20 – это «Дорывание», это «Рына». Это «Дорывание» и «Тора», значит, где-то идет 21, может быть, чуть больше. Так. А 21 там, по-моему, законы начинаются. Угу. А, «Бешалах», наверное, «Бешалах». Нет, «Бешалах» – это «12», неправильно. Так. Так. Сейчас, «Шмот», давайте попробуем 21. Угу. Нет, это уже «Мишпатин». «Мишпатин» – это раньше. Это уже поздновато. Угу. Так. Хорошо, давайте я это оставлю вам на домашнее задание. Найдите в главе «Шмот». Это было явно после записания «Исхода», но, может быть, до получения, до получения «Тора» Ман. Ман. А, хорошо, последний. Угу. Ман уже после был, по-моему, нет? Угу. Думаю, что... Угу, 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 угу. Нет. Нет, «19» я тоже это не вижу. Угу. 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 Страница мне ничего не дала. Вот здесь вот похоже. Это Фираса Ян. 16.4. 16 глава, вы говорите? 16, да. Прелестно. Значит, 16.8 и 16.10. Да, совершенно я вам спасибо. Спасибо, Ревека. Это вот эта 16 глава в книге «Смот», да, вот то, что сейчас мне кажется? Да, да, да. Так, вот давайте так, я вам это поставлю. Да. Что вы говорите? Нет, не понял. Это скольки. А, с 4 по 10. Можно так, да. Я хотел обратить наше внимание в основном вот на эти два псука, на «хэт», то есть 8, и на «юд», то есть 10. Илья, ну это вот все на экране, это 16 глава, так я понимаю? Да, совершенно верно. Это 16 глава, начиная с 4. А, с 4 фразой. Да. И вот дальше 10 фразы нам особенно ничего и не надо. Но есть еще примеры на «ламед» тут, но они нам, в общем-то, известны. Так, чтобы не начинать новую тему, а только заявить ее, я могу вам задать такой вопрос на домашнее задание. Я утверждаю, что в «шма-Исраэль», более точно, в первом отрывке «шма-Исраэль» имеются примеры глаголов-инфинитиве с похожими префиксами. На «бет», например, есть точно. Но вы можете их не узнать. Почему это задание на следующий урок? Итак, задание понятно? В первом отрывке «шма-Исраэль» попробуйте найти глаголы в форме инфинитива с префиксом «бе». В первом отрывке «вахавта», да? «Веагавта», совершенно верно, да. Не само это слово «веагавта», а в отрывке, которое называется по первому слову «веагавта». В первом отрывке «шма». Я просто собирался сейчас закончить часть грамматики и перейти к разбору некоего нашего текста, а именно слов песенки на хамоку, которую я вам дал на прошлом занятии. Ссылки у вас сохранились, да? Кому-то нужны ссылки? Можно попросить все ссылки ставить в документы форума или… А в документы на форум. Понимаю. Хорошо, вот так можно будет сделать, это будет полезно. Привет-ка, вы можете просто их сохранять. Вот нажали на ссылочку, раз сохранили, она открылась. Нажали, сохранили… Я вам ставлю ссылку в чат. Вы можете либо ее скопировать и где-нибудь сохранить, либо нажать ее сразу, и она у вас откроется, а после урока вы ее обработаете. Запишите или сразу делаете задание. Вот ссылка на песню. Это один куплет из песни ханукальной «Маус». Самая основная песня, которая практически во всех сигулах печатана. Вот, в прошлый раз, значит, в самом этом сайте мы, во-первых, слышим песню, во-вторых, там дается транслитерация на русском… В-третьих, там дается перевод, да? Может быть, да, сам текст на иврите дается или нет, я просто не помню. Я не хочу тратить времени сейчас открывать этот сайт. Вот, но я… Где вот эта песня, где вот эту песню, которую на тот раз давали? В прошлом уроке мы ее слушали, по крайней мере, слушали. Там есть и перевод, и транслитерация есть. Там есть все. Нам надо только узнавать определенные слова. Иногда это бывает немножко канитильно. Итак, давайте посмотрим на доске. Значит, слово «яваним», «яваним» от слова «яван». Я даю вам словарную форму. Если вы знаете, что «яван» – это грекция, то кто такие «яваним»? Греки. Греки, да? Дальше. Как бы мы могли это перевести? Можете заглядывать в перевод, но лучше, то пытайтесь узнать слово «кабцу». Вот его словарная форма. Точнее, тут должен быть еще юда, это скорее не словарная форма, а корень. Кув бейт цади. Да? Что это? Что это значит? Лекабец. Легит кабец. Что это? Шабираться. Кабчан. Да? Отсюда слово «кибуц» и такое слово, которое вошло в «идиш», а из «идиша» вошло в русский язык – «кабчан». Кто такой «кабчан»? Или по-русски иногда произносят «кабчан». Это бедняк, который живет по даяниям, он собирает по домам то, что ему дают. Вот вам корень, который вам пригодится. Так, «еванин кабцу алай» на меня. Что такое «азай»? То же самое, что «а». Собрались. Кабцу собрались, да. Так, смотрите параллельно текст. Вы можете открыть этот сайт и смотреть слова. «Азай» – это то же самое, что «аз». «Бимей» – что такое «бимей»? Вы можете не узнать это слово. Вы можете подумать, что это форма слова «бима». «Бима» – это сцена. Нет, это форма слова «ем». «ем» – это день, а «бимей» – во дни. «В дни». «Емей» – это как «ямим». «Бимей» – это «бе-ямим», да. Дальше. Используемое слово «хашманим». Мы используем немножко другую форму «хашмонаим». Пусть вас это не смущает. Дальше. Какой глагол, в какой форме мы встречаем вот этот корень? Найдите в тексте это слово. «Перец прорвался». «Перец прорвался». «Перец прорвался», да. «Перец прорвался». А в какой форме у нас это слово в песенке? «Фарцу», да. «Прорвались». Дальше. «Хомот». От слова «хомас» – тена. Так. Что такое «мигдал»? «Ак» – башня, совершенно верно. Так. Посмотрите, для чего нам нужен вот этот корень. «Тет мем алиф», да. «Быть ритуально нечистым». Не в смысле грязным, а в смысле осквернённым, да. Посмотрите слово с этим корнем в песне. Наша задача – узнавать слова, да. Мы нашли слово с этим корнем? Ребята, кто-нибудь следит? Нет. Нет. Жаль. Хорошо. Давайте я вам… Если бы можно было параллельно поставить тексты… Ну, я надеялся, что вы получили параллельно тексты, вы сможете… Да, грязь, откройте под нижнюю ссылку нажмите, и всё. Так. Дима, спасибо за вопрос. Шошана иногда используется в значении «роза», но вообще-то шошана – это «лилия». Роза – это скорее «веред». Иногда их просто путают, вот так вот в традиции. Поэтому шошанами становятся обычно женщины по имени «лиля», «лилия», но иногда «женя». Вот, а если девушку зовут «роза», то она вполне может стать «веред» или «врадит». Илья Рапов. Илья Рапов. Я здесь. Вэтаму. 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 Совершенно верно, да. Вэтаму кольха шмани. Ну всё, масло. Так, совершенно верно. Таму сделали нечистым в прошедшее время, да? Кольха шмани. Вэтаму. Там написано почему-то «тиму». Тиму. Совершенно верно. Тиму. Потому что это не «фааль», а что это? Пи-эль. Тиму. Как дибру. Да? Вэтиму. Кольха шманим. И осквернили, сделали нечистым ритуально. Кольха шманим. Слово «шемен» — это масло, но масло не сливочное, а любое жидкое масло. Ну, в нашем случае оливковое мы это знаем. Так вот, слово «шемен» имеет множественное число в русском языке, впрочем, тоже. Масла смазочные, например, да? Шманим. Заметьте, что есть похожее слово «шменим» — это значит «толстые», «жирные». Так. А «шменот» — то же самое в женском роде, да? Слово, которое сейчас редко используется — «нотар». «Нотар» — это то же, что и «нишар» — «оставшийся». Или иногда «остальной». Где оно в песенке? Кому удалось открыть песенку и параллельно смотреть на нашу доску и на сайт, пусть подскажет. «Уминота» — «умнотар». Да. Дальше. «Канканим». Что такое «канкан»? Я имею в виду не русское значение этого слова, а что? «Кушин». Да, совершенно верно. Когда моей дочке было, наверное, лет восемь, да? Она решила обратить мое внимание, что разбился кувшин для воды у нас дома. И сказала мне примерно так. «Папа, надо нам «канкан». Пожалуйста», — ответил ей и сплясал. Так, так вот «канкан» — это кувшин. В перкей. А вот фраза «Альтестакель баканкан эла бамаши ежбо» — «не смотри на кувшин, а на то, что есть в нём». Так. А вот зачем я здесь поставил этот корень? Корень всем известный. «Оса», «Осе», «делать». Посмотрите, в какой форме он у нас в церкви песни. «На оста». «На осе», «на осе», наверное, да? «Тратактное поднято». «Было сделано, было исполнено, да?» «Свершилось». «Да, было сделано, свершилось». «Нес» — «чудо». «Было сделано, было свершено чудо» — «ла шошанин». Хоть слово «шошана» — «женского рода», мы используем суффикс «им», а не суффикс «от». Так бывает иногда. «Лилии» — это «шошанин». Здесь метафорически словом «шошанин» обозначается «чистые», то есть те евреи, которые сохранили верность Всевышнему. Всевышнему. Что такое «бина» — «понимание разума». «Легавин», да? «Легит бонен», отсюда же, да? Что такое «куф бейт айн», что означает этот корень кто-то знает? «Удно». «Настроить, установить». «Установить», совершенно верно, да. То есть решить и постановить или установить, да? Каву – это что значит? Установили, да? Говорится о мудрецах того поколения, когда панука была установлена как праздник для всего народа. Ну, слово «свыр» всем известно. И вот еще одно слово с близким значением. Да, корень «рэйш» – «нун» – «нун» – «лэ ранэн» – «петь и ликовать» – «радостная песня», да? «Гава неранэнна» – «гава неранэнна» – «гава неранэнна» – «рэйш лиха» – «или», да? В «хилим» есть вот этот корень, неоднократно в том числе и в утренней молитве нас встречается, да? Ребята, я не буду проверять, но если кто-то хочет использовать, возьмите текст и разберите его, возможно, даже письменно. Так, текст с вот этого сайта, который я вам сейчас поставил, вот последняя моя ссылка в чате, да? Найдите эти слова и разберите, почему они стоят в этой форме и что они конкретно в каждом случае означают. Это вам еще одно задание для самостоятельной работы. Вряд ли я буду его проверять, не стоит даже мне его присылать. А теперь вернемся к заданию, которое мы с вами начали в прошлый раз. Это уже будет, на мой взгляд, интереснее. Так, к сожалению, тут у меня... Ну, давайте посмотрим. Так, получится у меня сблинать? Нет, не получится. Я попробую немножко уменьшить. Нет, все равно не получается. Не это. Так, ребята, я объяснил в прошлый раз, вот это план, план сочинения на тему Ханука. Вот, что некоторые слова представляют собой реалии. Нам надо просто знать, как переводится, как на иврите то или иное слово. Словарь нам не поможет, а тем более такой универсальный словарь, как Google. Вот, в несколько большей степени нам поможет словарь... Доктора Савельского. Да, Ирис, совершенно верно. Только что у нас были лилии, теперь у нас Ирис. Так, некоторые слова мы разобрали. Давайте посмотрим. Праздник этот, несомненно, хаг. А как сказать праздник, установленный мудрецами? Хаг-ми-де-ра-банан. Хаг-ми-де-ра-банан. Ми-де-ра-банан. Это выражение, скорее, арамейское. Арамейское выражение означает праздник, установленный мудрецами. Так, а как мы назовем получение Торы? Можно сказать, конечно, Каббалат, а Тора. Матан, Тора, Матан, Матан, Матан. Да, да, да. Но устоявшиеся выражения в иврите... Сейчас я вам напишу, потому что здесь, к сожалению, не поместилось. Матан, Тора. И ничего не вышло. И ничего у меня не написалось. Так, попробую так. Матан, Тора. Есть? Есть. Так, а как нам сказать до новой эры? До новой эры на языке? Липней гасфера. Или лисней цфера. Да, мы разбирали с вами некоторые выражения. Замечательно. Так, как звали по-еврейски царя Персии? Его звали, по-русски он называется Кир, в иврите он Корэш. Храм. Александр Македонский, или Александр Гагадоль, или Мукдон. Империя греков, как царство греков. Малхут, Яван. Антиох. А, нет, вот у нас еще термин. Антиеврейские законы. Давайте я вам прямо здесь напишу. Кто-то помнит? По-моему, в прошлый раз я говорил вам, да? Да. Законы, в том числе, даже в основном законы антиеврейские. Называется Гзирот, да. Гзирот, негет, ехудим. Гзи. Опять у меня что-то не пишется. Да. Гзирот негет ехудим, или Гзирот антишемиим. Так. Итак, свитки Торы, хифрей Тора, осквернен. Только что у нас это было в прошлом задании слово, да? От слова тамэ мы должны получить форму митма. Митма. Иудаизм, ядут, мит явным, если не знаешь этот термин, если с ним не встречался, то догадаться довольно сложно. От слова яван, в беньяне рит па эль, то есть сделать себя каким-то, или даже притвориться, прикинуться каким-то, да? Мит явным, это огречившиеся, или эллинизированные, эллинизированные, или даже эллинизаторы. Жертвенник Мизбеях. Так, противовес осквернен. Давайте посмотрим, очистили. Вот этот корень. Ле-та-хэр. Ле-та-хэр, да. Корень тет-гей-рэйш, да. Я думал, что Робин-Дранат-тагор, но он, оказывается, тагор через гиммел. Это другой корень. Так, чудо с кувшинчиком масла. На иврите Нес-пах-хэшэмен. Вот так, вот такое сочетание. Вы можете искать Кан-кан. Это слово используется. Но чаще используется слово Пах. Кстати, в современном иврите от этого слова название баночки. Например, пепси-колы Пахит. Пахит – это жертвенная баночка. Или я? Я здесь. А я, по-моему, использовал слово Кад. У Баруто-Подольского есть Кад. Можно использовать и Кад. Я просто говорю, что есть такое выражение устоявшееся. Чудо с кувшинчиком масла – это Нес-пах-хэшэмен. Так, я получил несколько сочинений. В принципе, я ими очень доволен. Большое спасибо. Тот, кто мне прислал, знает, о ком я говорю. Да? Знает, что я говорю о нем. Вот. Но давайте сейчас потренируемся. Хотя бы минут 10 посвятим этому. Я здесь. Я здесь. Это, я вот вам посылал, мне одно вернулось. Ну, я как бы сегодня опять послал. Я вчера первый раз послал, а мне сегодня пришел. Это второй раз уже было. До этого тоже так вот. Ну, когда в хелем я посылал тех, кто же пришла от сервера, что типа не принимает. Я еще раз послал сегодня. Вы получили, нет? Очень странно. Нет. Я только что проверял, и ничего не было. Вы посылали мне на имейл, на почту? Да, вот ваша почта. Сергей Атанков. Ну, я понимаю. Да, я помню, что я от вас много получал. Ну, а сейчас я взгляну снова. Нет, я не вижу. Я не вижу. Мне почему-то возвращается второй раз. Ничего не могу сказать. Извините. Я вам радуюсь послалом. Да, я не знаю почему. Давайте сделаем так. Вы можете сдублировать мне на Skype. Это немного менее удобно. Почту я проверяю довольно часто. Skype я проверяю реже. А Skype-то надо, чтобы у меня был тоже аккаунт в Skype, да? Думаю, что да. Какие есть аккаунты? Почему не поставить на форуме? Поставьте на форуме. А, я могу это сообщением, сообщением выслать в это. Кроме того, да, ты можешь сообщением послать, правильно? Да. Прямо на сайте Лильмоз, да? Да. Так, только проверяйте форум заодно. Да, это верно. А на форуме тоже можно поставить, да? Наверное, да. Так, но на форуме, если Сергей поставит, то все будут это видеть, да? Если поставят на форуме, то это будут видеть все, да. А если остисняться ошибок не надо, ставьте на форум. Это тоже вариант. Получили ли вы мою? Ребекка, если я получил, я вам ответил. Последняя работа была проверена мной вчера вечером. С тех пор, по-моему, я ничего не получал. Сейчас я посмотрю просто посланные. Моменту. Илья, у вас Сергей с Марком не получали? Сергей с Марком. Нет, 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 увы. Раз, а Ребекка? Ребекка до 15 декабря я вам послал. 15 декабря... Это было еще прошлое занятие. Прошлое занятие было 14-го. Значит, на следующий день я получил, сразу проверил, исправил и выслал. Вы не получили. Сейчас, секундочку. Если есть проблемы, давайте сделаем такую вещь. Присылайте их мне в виде вордовских файлов. Я сделаю специальную папку, которая будет называться «Домашние задания». Я их буду складывать туда, в эту папку, Илья будет их просматривать. Ага, и ты ее выставишь где, в фолуме или в материалах курса эту папку? Нет, я не буду в форуме. Не надо в форуме. Просто присылайте мне в виде вордовских файлов. Я их буду складывать в папку на сайте. Там, где документы. Материалы курса, да? Понятно. Да, материалы курса, правильно. Я там сделаю папку, которая будет называться, не знаю, предположим, «Домашние задания». Я туда буду вложить все ваши файлы. Папка так называется «Работы учеников». Да, хорошо, я сделаю папку «Работы учеников». Тогда в названии файла пишите фамилию или имя человека, чтобы было понятно. Как вы сейчас здесь представляетесь, пишите точно так же. Окей, английскими буквами. А дальше через тире пишите, не знаю, предположим, урок, в котором мы имеем отношение. Да, да. Это в названии файла надо. Да, в названии файла. Например, если ты делаешь по сегодняшнему заданию, ты напишешь название файла, дашь ему имя «Сергей Смарт Дефис 6». Да. Или можно написать «Сергей Смарт» и текст про Хануку, да? Да, пожалуйста, чтобы было понятно по названию файла, чтобы не надо было их скачивать и смарт. Да? Если так, я буду все складывать туда, нет проблем. И тебе на почту присылать. Что-что? И тебе на почту присылать вот, с которой ты рассылку делаешь, да? Да. Ну, спасибо большое. Так, еще одно маленькое замечание, просьба. Во самом файле, кроме текста самого задания, пожалуйста, повторите мне свою почту. Потому что я могу отвечать вам непосредственно, могу отвечать, присылать обратно на почту сайта. Я не могу отвечать непосредственно, потому что иначе это не очень понятно. Тогда мне будет удобно, если в каждом файле вы мне напомните еще свою почту. Да. Это в названии файла надо тоже писать, да? Нет, нет, это внутри файла свои координаты, то есть свой имейл. Я открываю файл под названием «Сергейсмарт6» и вижу напоминание, что я должен ответ послать на имейл такой-то. То есть, допустим, вот этот вот файл, вот эта табличка, а впереди таблички стоит... Впереди, позади, да, да, да. Как вам удобнее будет. Ну, как у таблички. Да, да. Спасибо. Ага. Так, прекрасно. Я все-таки хотел бы услышать кого-то или один из тех, кто мне прислал задание, если он не постесняется нам просто прочитать какой-нибудь кусочек, вот, или тот, чье задание по какой-то причине ко мне не дошло, вот, либо кто-то попробует делать это сейчас в режиме онлайн. Я могу, я могу, ребята, я могу. Так, это Сергей? Да, это Сергей. Я буду рад, пожалуйста. Я очень удовольствовала, если вы не будете... Ревека, я не знаю, почему так случилось. Я так трудилась, так я... Очень жаль, очень жаль. Ревека, я тоже, я тоже, я два раза посылал, и в тот раз в артерии меня посылал, мне тоже возрастилось. Ну, что-то... Ну, я вам даю честное пионерское, я... Не может такого быть, что я пропустил, или что... Хорошо, просто... Знаете, я... Я на всякий случай проверю, может быть, в спам это попало. Но это мало... Присылите, присылите мне в виде вордовских файлов, я их тут же положу. Угу. Всё, можно читать. Нет, ребята, вас нет даже в... Угу. Даже в спаме вас нет. Я послала. Угу. Ревека, вот так делаем, и что Натану выпилаем, а он будет спать. Угу, угу, угу. Ну, я надеюсь, что проблема будет решена технически. Так. Так. Кого мы заслушаем? Сергей, вы обещали. Ревека, может быть, вы нам тоже что-нибудь скажете, да? Ну, успеем. Есть, есть... Если вас... Я не знаю, как перейти мне в мой имейл. Я боюсь потерять этот сайт. Так, у меня нету инфрантов. А, я сли. Ничего нету. Вы послали мне файлом или... Я послала вам просто имейл. Я послала имейл от своего имени, и там был... Я понимаю, да. Только хибру текст. Не было... Ага. Он у вас сохранился где-то? Может быть, в вашем компьютере вы можете его открыть? Если вы найдете его и мне прочитаете, это будет вполне по делу. Я говорю, я не знаю, как... Сергей, начните пока, скажите несколько слов. Начать любую, которую можно... Да, только скажите, как он, с чего вы начнете. За что я люблю Хануку. Замечательно, давайте. Они охер по Хануку, ки камар Раби Пинцас Мекорец, хатальмит шель Раби Исраэль, большинство Амер, в Хануке был лам, не встак-пастор, шеки левро, бейом харишон, шель айесера, зе аор, шель амашует. Перевожу. Я люблю Хануку, потому что, как говорил Раби Пинцас Искореца, один из депутатов Раби Исраэль Барис Мекореца, в Хануку в мире открывается свет, сотворенный в первый день творения. И он же свет машеха. Замечательно. Свет ор, сотворенный невра, от слова бара бейт рейш алиф, творить из ничего, да, ор, ханни вра. Обратите внимание, что слово ор иногда встречается в мужском роде, иногда в женском. Мы вполне можем использовать ханни вра, да, сотворенный в первый день творения, да, как вы это сформулировали? Шеки левро, невра, невра сотворенный, нет, а почему? Шеки, который был сотворен, Шеки, Шекая, а, Шекая, продону. Шекая, но опять же сотворен, это причастие прошедшего времени, сотворен, невра. Нет, так а зачем? Вот это же идет у нас этот самый, был сотворен, а, Бог сотворил, либо, что Бог сотворил, Гошем, бара. Тогда в чем? А, да, да, я-то думал, инфинитив идет. Окей, Шеки, Небра, бе-йом, харишон, шель, ха-етира. Йом, харишон, первый день, шель, га-етира. Е-етира это создание, сотворение мира. Сотворение, да. Ну, когда все. Творение, да. Это ор, шель, машиах, ну, это, и он же, машиаха. Бе-гии, бе-гии, ор, га-машиах, свет, машиаха. Замечательно, очень мило, очень мило. Так, Ревека, это я из этого из Белаки взял, ну, обстану пусть. Ага, ага, да, любопытно. Я помнил примерно эти слова, но я не знал ссылку, да, это Аравий Пинхас, Некориас. Замечательно. Так, все жаловались на его тяжелый характер. Это просто исторически известно. Ревека, вы нам что-то доложите? Я нашла что-то, я вам послала. Ага, Ревека, пожалуйста, продублируйте, на всякий случай. Сразу продублируйте после урока. Я постараюсь сразу проверить. Ну, я могу что-то прочитать, если помню. Буду рад. Ну, конечно, исправить ханукия хи-кли-шел-ор в ках-гам-ханахну. Ну, переводить, да, по-русски? Давайте переводить сразу. Ханукия инструмент света. Точнее, шасуд света. Ходор света, да. И также и мы тоже. Угу. И мы тоже. Да, да. Ханука, ханука, хак, хаарин. Хоорин? Хаорин? Хаорин. хаорин. Ханука, это фестиваль света. Ага, орот обычно используется, можно, бывает, но чаще, орот. Ор, орот, да, но нормально. Ху, хагига, шелнес, хаистория. Празднование исторического чуда. Чуда, да. авал, лопахот, ме, шма, ати, ханука, ху, хахаг, шел, хаяним. Шел, ханес, ме, ата, в ани. Ханука, это празднование но не менее того, не менее значительно, что ханука это празднование сегодняшнего дня чуда. Это чудо тебя и меня освещающих мир. Выражение очень красивое. Это чудо тебя и меня или это чудо твое и мое? Твое и мое освещающих мир. Гамеир, гамеир, кстати, мужское имя такое же, меир, это значит освещающий, да, свечащийся. Гамеир это кольга олам, например, или у меня это так, может, неправильно, ха арти эт ха лам. В ха арти эт ха лам. Э арти я не понял. Ага. Ха арти эт ха лам. Хи это что значит? Это, по идее, суффикс первого лица, то есть, это я делаю. Вы говорите, наверное, не про себя, вы говорите про... Про тебя и меня. А. Ну, я... Идея понятна, но я просто не вижу, есть ли здесь ошибка, или просто я не улавливаю сочетание слов, мне будет полезно видеть текст. Да, поэтому давайте пока оставим, но идея очень хорошая. Спасибо, Ревека, спасибо. Да, я сейчас, я потерялся, сейчас я... Так, ребята, следующее занятие выпадает на хануку. У нас есть возможность заниматься, мы будем делать занятия как обычно, да? Да. Натан? Да, Натан? У меня лично есть некоторая проблема, я не буду дома. Поэтому, такой момент, если народ не сильно против, я бы, честно говоря, хотел, чтобы было пропущено, потому что я не уверен, что там, где я буду, я смогу спокойно все открыть и так дальше. И нам лучше будут домашние задания, потому что, ну, материал... Ага. Окей, давайте сделаем так, я сейчас посмотрю страницы, сейчас, когда у нас должно быть следующее занятие. 28-го. Сния, хат, и я понимаю, после него, сейчас, так, сния. Сейчас, тогда уже получается 4-го января. Вот я хочу это проверить, какое это будет число. Наверное, ты правильно говоришь. Угу. 4-го января нормально, как бы, народ, когда проспится, все будет нормально. Так, ну что, ребята, договоримся прямо сейчас? Я думаю, что да. Тогда, ну, в любом случае, поставь объявление на курсе, да, чтобы... Я смотрю на страницы сайта, на страницы курса. Да, действительно, значит, через 1-го, 4-го января, давайте тогда договоримся так, 28-го декабря не будет, следующее занятие, вы знаете, 4-го января, пожалуйста, присылайте мне ваши домашние задания по форме, которую мы сказали, я их все буду аккуратно складывать в папку, которая будет называться так, еще раз напомни мне, как ты сказал? Работы учеником. Работы учеников. Замечательно. Мне просто это удобнее будет. И вы, кстати, это может быть будет удобно, потому что вы всегда сами можете пойти и проверить, с данными ли вами все работы, иначе не получите дипломы. Понятно. Значит, оливай. Значит, это папка, содержание, содержимое, которое может видеть любой ученик курса, да, да, да. из этого, но люди не будут скачивать чужие файлы. Понятно. В любом случае... Пользоваться споргалками, да. Ребята, давайте спорами не пользоваться. Да. Так, ребята, поскольку у нас целых две недели до следующего занятия, да, задания новые я вам планировать не буду, но вы успеете, я надеюсь, в два раза больше. А, минус соответствующие праздничные дни, конечно, я имею в виду Хануку, да, и Рошходыш, который выпадает на Хануку, да, когда вам нужно веселиться и меньше времени у вас остается на домашнее задание. Но все-таки я надеюсь, что к следующему заданию, к следующему занятию 4 января вы успеете немножко побольше, чем обычно. Нам есть чем заниматься, да? Да. Прекрасно, прекрасно. Санэхмэл. Лахэн, и если нет вопросов, и предложений, да, я желаю вам веселого праздника Ханука Шамэях, Афрейли Хэр Хануке, да, вот, от меня Шаривончик, вот так вот, видно его? Да, правильно. Вот, и до новых встреч в эфире, всего наилучшего, числе, его, большое, и,